День эколога в Мордовии отмечают немногие. Экоактивистов чаще можно встретить в лесной Чищобе за подсчетом птиц и зверей или на водоемах, где они борются за чистоту рек и почвы. Высаживают деревья и помогают охранять особые природные территории. Зоя Сутарихина 32 года проработала инженером отдела водных ресурсов республики. Свою работу очень любит, но жалеет о несбывшейся мечте, которая могла бы украсить Царанск. Строительство Давлинского водохранилища на месте размещения теперешнего стадиона. И вы знаете, я каждый раз, когда проезжаю мимо него и думаю, вот если бы было большущий, ведь в принципе мы его уже половину сделали, если бы был большой водоем летом, это красивейшая зона отдыха для города, а зимой это спортивный спидвейл. Ну жалко, ну не сбылось. В Дубе республики этот праздник пригласили отметить региональных экологов, специалистов, занимающихся охранной природой, ученых, сотрудников профильных учреждений и ведомств, школьников и дошколят. К решению экологических проблем региона в последнее время стали привлекать все больше сил и средств. Чистят, строят, рекультивируют, восстанавливают леса. Благодаря реализации федерального проекта сохранения уникальных водных объектов на территории нашей республики впервые проведена масштабная работа по расчистке русел рек Мокша, Саранка. В июне прошлого года завершены работы по рекультивации полигона свалки в городе Ковылкино. В результате ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде в Калугинском муниципальном районе те люди, которые в агломерации проживают, их качество, их жизнь с точки зрения экологии улучшилось. В этом году масштабная экологическая работа продолжится. Мусорные полигоны рекультивируют в Рузаевке, Краснослободске, Темникове. На это потратят 131 миллион рублей. Экологическая обстановка нашей республики, она хорошая. Регион относится к экологически благополучным регионам Российской Федерации. У нас уникальные водные объекты, у нас уникальная природа, у нас великолепные люди. И неплохо поставлена работа, начиная с детского сада и экологического воспитания подрастающего поколения. Уникальность мордовской природы, редких животных и растений в ближайшее время покажут широкой публике. В свет выйдет обновленная Красная книга Мордовии. Она не обновлялась больше 10 лет. Как говорят сами экологи, пробелов в ней нет. В заповедниках и на особо охраняемых территориях сохранились даже редкие виды. Тех, кто внимательно следит и помогает сохранять экологический баланс в регионе, наградили почетными грамотами и благодарностями. Отдельные подарки для детей. Диплом вручили и 10-му каналу за освещение проблем и акций регионального Минлесхоза. Наталья Тюрина, Александр Зюзяев. Наши новости.